Девушки отдыхают Во время пандемии мы стараемся видеть стакан наполовину полным. Молдаване по обоим берегам Днестра высвобождают время для того, чтобы ближе познакомиться со своей страной и ее традициями. Молдаване по обоим берегам. Мы приехали в село Лалово Резинского района, чтобы отведать голубцы сармали размером с ноготок и броскуцы. То есть суп из лягушачьих лапок. Здесь мы сможем подремать на матрасах, набитых сеном и мятой. И попробуем представить, как в былые времена люди спали и жили в хижинах. Молдаване по обоим берегам. Молдаване по обоим берегам. Молдаване по обоим берегам. Да? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Днестр и люди, живущие по обоим его берегам, хранят великое множество историй о любви и дружбе. А мы и приехали сюда, чтобы познакомиться с людьми, объединенными Древним Днестром. Вот я даже учился, но у меня группа, правда, была русская, когда в сельхозе, а у нас были группы смешанные. Мы вместе в балл играли, все было хорошо. У нас вот где-то в 80-х годах поселок построили на 50 квартир. И у нас там очень много заселилось, именно с той стороны приехали с семьями целыми. Есть такие даже, что вот их четверо, братья и сестры, они четыре семьи приехали. Им предоставили жилье, работа была всегда в колхозе. Так они у нас и остались. Сын у меня в Кишиневе, там живет, там работает. Дочка в рыбнице, сваты с кочьера. Общаемся нормально. Тут многие имеют лодки и рыбачат, и туда переправляются. И контакты есть с той стороны, потому что оттуда есть, у нас живут наши, там некоторые. Ясун Двинитович, Калараш. А у Нитойченко, Баракаса, из Троянска. И сейчас люди дружат, есть некоторые знакомые, есть с той стороны. Храмы, села, я имею в виду, вот мы справляли. И встречались, и приезжали. Ну, это в этом году то, что в связи с вирусом, может, уже никак люди вот даже ездили в Тюрак-Кирасполе, и говорит, что мало людей, даже на автостанции никого нет, женщина рассказывала. Ну, я с малых лет как тут родилась, в Тучанах. Тут родилась, тут и живу уже, и замужем, как дети, внуки. Я хотела жить в селе, я не хотела в городе. Хотя я была в городе. Вот даже мы вчера ездили в Губасарах, и жить в селе и покупать овощи, это тоже, ну, такое время сейчас. Нам не так уж тяжело. Дети устроены у меня, дочка в Кишиневе, а сын в Рыбнице. Ну, она медработник у меня. У них в медицине маленькая зарплата, но я не скажу, что она так уж прямо бедна. Ну, так, все реагирует. Валентина Алар родилась в селе Жора Рыбницкого района и уже четыре десятилетия живет в Лалове. Кати километри си здесь? Чинь. Чинь километри? Синистру. Да, в Лалове, в Лалове, че вы делаете? Аи че вы в отношении семьи? Да, я в отношении семьи. Аи че я работаю 40 лет, профессора, в школу. Да, как вы вошли здесь, если вы вошли здесь? Мы тримали на Министер. Мы закончили на терраспол. Мы тримали на работе. Атус не репартизат. У нас репартизат, акула требуя си дуги. Аті предат айчи, айчи, н шкоала, кати ани? 40. 40 де ани. Да, паринтіи даме у вас акула ау тройт? Акула а тройт. Чинь, си, нисту, кулу, унтри трешем, ма душем ла Жора. Катта жиаса са. Кулу, унтриа, ва душе? Кулу, унтриа. Пеурма, вапору. 80-де ани, вапору, вблак, вапору, но чин, вапору, вглак. Айшти, плеха, акула, абазар, асей, гнев, укаси. Дейші, си, 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 окуло, я, унтри, кварти бун, ажора, василенців. Си, ти, си, 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 окула. Таребі, нисам пакалу, ням. В селе Жора, всього в нескольких километрах, находиться брат. Хорошо, что есть телефон, это единственная возможность услышать друг друга. Руди, май айвець, партия чеалалтой, динистра? Амон, храти. Трайште-каста, парантиаса. Канд, втима дата, ась фост, в сату, меастра, де Баштене? Ди мульт? Три ани урну. Де че ашо? Де атака, яка. Баѣа? Де акума. Баѣа, паѣа, паѣа, паѣа. Де ве дуре јаса дуре? Де каѣа паѣа? Дума, е дуре. Е дуре да си факт, дак веѣам љоѣ, ана тѣкаѣа. Будуѣи па природе очіѣи трудолюбивыми, днистровцы вкладываѣ динѓеѣи сельское хозяйство. Они уже научились вести умное сельское хозяйство, инвестируя средства в высокопроизводительное оборудование. И это происходит в основном благодаря международным грантам. На левом берегу Днестра расположены десятки фермерских хозяйств и малых предприятий, которые продают свои товары везде, где находят потенциальных покупателей. У нас много национальностей живут в селе. Основная масса – это молдаване, русские, украинцы. Есть и родственники на той стороне, на правом берегу, и в соседних селах, получается, напротив. И Лалово, Лопатно. Даже переплывали на лодках, так как с Лалово, если поехать по кругу, это очень далеко, а напрямую – это вот напротив сразу. Организовывали какие-то мероприятия, футбол. С правым берегом у нас еще есть партнерство с селом Пеления, район Дрокия. Мы совместно участвовали в гранте, привлекали грантовые средства Республики Польша на газификацию отопления нашего спортзала, помещения Дома культуры, спортзала. Надеюсь, в этом году мы запустим отопление уже, так как крышу уже тоже отремонтировали из средств львового сбора на развитие социальной сферы инфраструктуры села. В основном селе чем занимаются? Это, конечно же, фермерство, развитие личного подсобного хозяйства. Жители наши, которые когда-то уезжали на заработки, наоборот, сейчас возвращаются и покупают корову, покупают свиней, покупают кролей, кур заводят. И держат подсобное хозяйство, потому что без этого никуда. И заработки, они есть заработки. Их долго особо и не будет, все равно тянет домой, в родной край, в родной дом. Есть крестьянско-фермерские хозяйства. Их у нас около 87 или 91, в пределах 90. Они готовы перевозить плоды своего труда даже в лодках, чтобы добраться с одного берега на другой к тем, кто покупает и поощряет местного производителя. Есть где все эти продукты реализовать, потому что даже если бы держали эти коровы, куда реализовать эти продукты? А так тут по молочной пункте и все. Уже как-то и надежды... Надавили, увезли и все. Михаил и Верик Агудз – фермеры, выправившие все законные документы еще с 80-х годов. С тех пор они нашли свое предназначение в селе Бутучены на левом берегу. Корову держим еще с 89-го года, когда переехал после армии, приехал в колхозы сразу, начинал заниматься. Держали одну, потом там возле дома держали три коровы, но там у нас на пять соток негде было. Развести такое хозяйство. И вот решили, а тут уже держим уже пять лет, наверное. Ферма у них довольно компактная, поскольку им некуда расширяться из-за отсутствия подходящих площадей для этого бизнеса. Они также разводят коров и кроликов, но хотели бы приобрести намного больше голов скота. Наших рук мало. Вот здесь телята на дороживание оставили пару штук. Тут наши коровы, вот они уже готовятся на обеденную дойку. Держали раньше и синие, но с урожаем, с кормом плохо. Уже коровы держим так, как можно. Сила проще расти, чем зерновые культуры. Лалово и Бутученый разделяет только поток воды. И в одном, и в другом селе живут люди, для которых Днестр не является препятствием на пути от одного берега к другому. Запускаются культурные проекты, в рамках которых творческая молодежь получает возможность обмениваться идеями. Детские коллективы на все концерты принимают активное участие. Со всех коллективов, у нас 9 коллективов, 6 детских коллективов и 4 взрослые. Партнерство между деревнями Пеления и Бутучены является частью проекта для 15 участников под названием «Путь к успеху. Партнерство для устойчивого развития сообществ», которые стали бенефициарами серии тренингов, мероприятий и финансовой поддержки с целью преобразования инфраструктуры, и которые призваны улучшить отношения между сообществами на обоих берегах Днестра. Детские коллективы В рамках данного совместного проекта на левом берегу Днестра была решена еще одна проблема. В Бутученском спортзале была установлена отопительная система, что позволяет проводить здесь торжественные мероприятия в холодное время года. Необходимость ремонта спортзала в населенном пункте Бутучены возникла из-за отсутствия места для проведения различных мероприятий с вовлечением местных жителей. У нас другого помещения в селе нет, такого объемного, большого, потому что на все наши праздники обычно собирается очень много народу. И если еще и гости есть, то если, получается, погодные условия нам иногда бывают, что подпортят настроение, мы можем сюда перебраться. Это особенный проект, потому что его главная идея – это отношения между людьми. Это расстояние нам нипочем. Мы были там, они у нас были, мы несколько раз были, мы были на открытии проекта, мы выступали, мы им подарили подарки и выступили, песни у нас тоже как подарочные были, веселые, заводные. Меняемся опытом, смотрим, как у них культура развивается, как у них художественная самодеятельность, у них там школа, садики участвуют, село большое. В этом проекте мы встречались два раза. Сперва мы поехали в Пеленею в феврале прошлого года и показали мне свои коллективы, ДК, о каком состоянии. Хотел поехать в Пеленею, оказалось, что через 40 лет все-таки посетил. Священник Штефан Чугуй из села Лалово Резинского района тренирует футбольную команду из девушек 14-16 лет. Увлечение местного батюшки футболом побудило его создать ФК Нистру Лалово. Команда участвует в чемпионате района по футболу, а некоторых футболисток отбирают для участия в республиканских соревнованиях по футболу. В тоамне 2016-то мы занимались в футболе футболе, в первую очередь, нашу встречу с другими садами, в первую очередь, в первую очередь, в первую очередь, в 2017-19, где мы провели в пелене в саду Проприкени, в формате 4 эхипы, где мы получили 4 эхипы. У нас в первую очередь, мы провели в квотбол из всех, и в последствии могут быть в каком. Фетчиы не могли забывать или практичатегов, а также у нас придут, а также у нас не смогать. Но теперь мы, как видите, мы сейчас, мы получили детей, класса, это в Реверию, класса 2, класса 5, класса 9, класса 9, которые... ...су дынч, а мы получили несколько уехать на район. Мы уютали странно. Когда у меня приорота, у меня были партия в городе, которые у меня, по партии, на арестовое, у меня на бисерию. Специально? Да, потому что мы понимаем, что партнеланты не было в бисерик, и я пришел... Я пришел на службу. Да, да. Вы желаете? Да! Ты играешь в футболе? Да. Но почему ты, Роналду, но не Ливиэру? Потому что... Когда я смотрел футбол, я был в футболе. И я смотрел форму для Роналду. Хай, ты думаешь, что ты думаешь? 8. Серьез? Я у тебя, мы смотрим на тел. Скажи, что у детей, что делать спорт? Скажи, что это важно? У меня есть футбол, потому что это здорово. Где вы понимаете, эта пасиона? Для моего моего тата. Тата, что ты делаешь в футбол? Да. И как ты уходишь в футбол? В колледжи мне практики спорт. Ага. Ага. Ты делаешь футбол? Да. Я не был профессионист? Почему? Я не могу. 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 В Бутуцену он вернулся из любви к природе и к отчиму дому, который перестроил на свой лад. Я рекомендовал для работы, как инженер техник, в колхозу Мальдайгвард. Я был специалист и начал очень хорошо. Я виноват в гости, в гости, в гости. Мне очень понравилось это место. Это очень красивый литерал. И, в первую очередь, люди. Они очень умные, которые тебе нравятся, чтобы идти на дорогу, чтобы им сказать «Буна зиу!» и чтобы ответить все так. А потом перевез маму, которую тоже поселил в старом доме. Она сейчас живет в Транс-Нистрии, но, как и так, всю жизнь ее работала в первую очередь, в Молдове. Но сейчас пришло время, когда она возвращается к родственной доме, чтобы быть рядом с ребенком, чтобы быть более теплым, более удобным. Останцы все приняты, которые помогут, если нужно, чтобы не уничать, как мы говорим. Они очень хороши. М-ам носкут здесь, а здесь, а здесь, а здесь. А здесь, а здесь, а здесь. М-ам retрас обратно на Casa Парете. Мы были в Миши-НГеца Мистру и мы душеем с санилем, с патинами, и в свою очередь. А здесь, там, пады, камень, и на патинами, и отхожем с темно-но с маской, и отхожем с лимны, и отхожем с лимны, и в сторону с фок. Мы находимся с минжами, и с патинами, и с сынами. У нас есть дети, с пабелами. Мы все наши родители, все наши люди, которые здесь у нас были, и они больше у нас были, у мамы. У нас есть дети, медицинские, и они звучат все время. Они звучат, что они говорят, что они говорят, как Аксения выяснили, как жизнь. Если не научиться, то очень важно. А потом мы не поднимем. Серджио Цирпан переправляется через Днестр в Лалово, чтобы, при необходимости, помочь своим друзьям. Малу стынг и малу древний ланистру это немурит один с другом. Это мастер, который, Сергей, вы знаете, что он подходит на приспособление туристов когда они, например, будут, чтобы что-то есть здесь. Субтитры создавал древний древний ланитр Упровизация древний ланитр Нумой декат. Пахаре, пахаре. Дима... 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 Вечи? Гранионы? Да, гранионы. Кате персоанин капачил? Кате персоанин аж у вас минус? 5 персоанин, не мае бине, но споат шута. Э... Э... Капачитате, 7 персоанин. Помните, фамилия, 이후 за своем уд Cities тебя? Оба... Инженди студен Кађсён. Ана Анниса? Анаальна... Красная Стам. Красная Стамеж tutto. Мы были томливous летона, foreлlate на controlsなる. Зд billion. Норони. Я изтин、 не мною 70 сдержу. В subscriptions Agу. Ана Дznит получил умworldение. Да, compatрия Mean? да. П завра Gerilim, но если они б Bar harden, на который Вет, И я могу стоять три зимы больше, но мне нравится здесь, аэропорта, так как организм и организм, я не могу. Натурой? Натурой, да. Но работаете ли вы, как вы работаете, как вы работаете, как вы работаете в семье? Да, есть работа. Мы работаем, я знаю, в Молдове, где-то 30-30, где-то 2-70 лет. И это работа. полтора часа и вы телом и душой отстраняетесь от столичной суеты это сложно представить но вы переноситесь на несколько десятилетий в прошлое когда в спальне стояла сделанная с бревен кровать обеспечивающая здоровый сон в доме покрытом соломой а дом это хижина сохранившиеся до наших дней а если у нас все осталось, то я не знаю, когда у меня в Балатина не знаю, когда я приезжаю на нор, потому что мы и мы но здесь нет никакого места, но здесь нет никакого места вот как это произошло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал Дубасар Субтитры создавал DimaTorzok 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 А хозяева, живущие на другом берегу Днестра, клянутся, что делают самое вкусное и чистое вино. Это зависит от погоды. Если жарко, бродит. Мы в пятницу собирали, а в понедельник уже делали вино. Потому что сильная жара и бродит быстро. И вот цыгили вино. Вот бочки вот здесь. Бочка эта давным-давно. Когда-то продавали эти бочки брежгинские времена, болгарские, на вензаводе. И вот продавали такие бочки. Они парафином, залиты внутри. Только чистой водой их помыть. Очень хорошее вино. Хорошее, говорят, пластмасс. Нет. Самая лучшая дубовая бочка. Самое лучшее. Хорошее вино. Сначала до конца. Они выращивают виноград прямо в собственном саду. Но качество почвы позволяет выращивать в основном белый виноград. Ну, а весь белый, потому что черный не идет. Делаем немножко для продажи. Потому что не все имеют виноград. Если делаешь вино чистое. Мы делаем для себя вот так. Где-то 200 литров. Дочка, брат в рыбнице. Приятно смотреть. Не только что кушать. В этом районе есть деревня-призрак Нистрены, которая была основана в 60-х годах при строительстве дубосарского водохранилища. Какие женщины легкие были уничтожены теми, связи и обморожены, храмы, 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 храмы... Эти не было. Ни был ничего, да. И все гражданицы уничтожены здесь не были боя. А я не знаю, что это было. Я думаю, что они были веки, которые были веки, и они были практически неизвестны. И я не могу задать вопрос. Но, по-моему, я понял, что у нас есть домашнее, что у нас есть домашнее. А не домашнее домашнее, что они начали строить домашнее. Нет. И они говорят, что у них есть еще andere родители, и они при этом строят из-за дома. Они были сделаны для этого, чтобы они были сделаны для этого. Сейчас эти земли не опять не могут. Ну, они не могут? Да, они же родители, 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 родители. Я, как бы, здесь у нас был местный, я у меня несколько местных мест, И вилия, и вилия. Я не был ваку, ваку, а ваку. Вилия, да? Вилия, ваку. Ваку, 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 у меня были пять, которые были в школу, плюс остальные, ваку, которые были вакуумные, 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 60, 61, 62, 63, 64, 65, и они все вместе с школой, в школу, в школу, в исследовании, в школьную школу, в школу, влезетные. Но в школу не было. И мы все время мы увидели очень и с тем, что, что они закончились, и после этого. Но мы увидели, что они, когда они были в casa, и все, они будут играть, они были free. Сколько домов у нас осталось в песне? Не знаю, я думаю, до 10 домов. Из семидесяти жителей никто не остался. Обезлилзавший город. У нас были люди интересов, скоберы для местных местных мест, которые хотят купить местные места, где они развивают туризм. Но мы, в правительство, я и у нас, с авторитетами, мы сделали паск, мы сделали, мы сделали, мы уничтожили, мы уничтожили, мы уничтожили, мы уничтожили, уничтожили, мы уничтожили, мы уничтожили, 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 и уничтожили. На месте былого населенного пункта стоят лишь несколько пустых домов. По последней переписи населения 2014 года здесь проживало всего три человека. Хотите увидеть, как выглядят нестрены в 2020 году? Да, что мы о дуке уничтожили. Существовали первая casа. Мы нашли все, на месте. Уни? С Тинестру. На кто? Мне сказали, что я привычал, мне ладжи. Умор. Умор уничтожили, ухват три девушки. Умор уничтожили. Умор уничтожили. Мы очень хороши люди. Мы не знаем, что мы знаем, у нас были все другие, уничтожили, в Басараде или что. Такова незаретушированная правда, увиденная нами на двух берегах Днестра. Такова реальность, которую должен знать каждый молдаванин, стремящийся заново открыть для себя свою страну. Субтитры создавал DimaTorzok